всем привет сегодня у нас суббота 2 марта ну я думаю вы уже догадались особенно кто подписан на моем канале уже давно по выходным я езжу на барахолке и покупаю различные предметы антиквариата и сегодня не исключение побывал я на двух рынках и накупил может быть даже вам показаться обычные предметы но на которых зарабатываются деньги итак поехали начнем мы наверное вот с этой коробке там находятся елочные игрушки советские в общем я ее перебрал раскрывать ее не буду потому что там одни шарики шишки в общем вот такого плана игрушки они не особо ценится но из этой коробки получилось выбрать вот на этой салфеточки максимально интересные игрушки елочные сейчас я вам покажу их вот такая елочная игрушка попалась на прищепке вот такой аладинчик старайтесь дома вообще находить какие-то на прищепках чтоб они были адвокат горошек на прищепке также есть украинский вариант но он идет подвесной подвесные они дешевле вот такие на прищепках подороже адвоката горошек а две штучки было попалась такой дедулька мороз все эти елочные игрушки стоят денюшек так вот такое вот чудо в перьях поэтому нужно разбираться во всем и на всем на этом зарабатываются денежки вот такие так вот он второй адвокат горошек их две штучки попалась кстати вот ту большую коробку картонную которую я не стал раскрывать там такие обычные игрушки купил за 50 гривен я даже не пересматривал ее решил думаю возьму рискнул и не прогадал такая кошечка на прищепке аладинчик такой так это у нас мишка поломаны правда такой наверное карабкается вверх как-то так похоже миниатюра это у нас по моему звездочет с петухом держит в руках вот видно так что у нас здесь собачка вот такая симпатичная и вот такой ребеночек с погремушка это подвесной вариант украина в общем вот такие игрушки получилось выбрать вот из этой коробки значит здесь по стоимости ориентировочно где-то на 800 гривен но если получится дороже это все продать то как всегда вы узнаете первым ну самое самое интересное это вот эти два адвоката так называется это елочная игрушка адвокат горошек самые такие так это мы убираем сторонку затем почему я беру вот такие вот обычные елочные игрушки как вы помните особенно те кто подписан на мой канал уже давненько я собираю подобные большие коробки и выставляю в интернет на продажу там где-то за 200 за 300 гривен за 400 в зависимости насколько там какие интересные шары и шишки различные гирлянды в общем и так далее поэтому это также все пользуются спросом вы также можете покупать и зарабатывать тем более вот эта вся коробка мне обошлась 50 гривен и мой чистый доход на этих только игрушках 800 ты плюс эту коробку я смогу продать где-то гривен за 100 это как минимум может быть даже немножко и дороже теперь дальше мы смотрим новогодние украшения на елку также здесь интересные штучки есть новые запечатанные это серпантин это у нас конфетти вот это также все покупается продается лучше всего под новый год а так как он уже закончился прошел поэтому сейчас немножечко накладно но если цена у вас будет адекватная когда вы выставите то возможно кто-то и купит у вас затем вот такие новогодние конфеты некоторые даже сейчас и вспомнит из детства своего вот их здесь четыре штучки кушать их не надо это небезопасно для здоровья а вот на елку вешать или выставлять на продажу самое оно так вот такое чудо флажки еще одни такие в упаковочке вот это то что люди любят коллекционеры они в принципе не дорогие поэтому я наверное буду выставлять вот этот весь пакет все что вы видите одним лотом как и елочные игрушки гирлянда цепочка но она вот так вот раскладывается развешивается тоже новенькая все запечатанное вообще отлично шикарно просто и вот такие вот елочные флажки тоже новенькие в упаковке поэтому даже один вот такой пакет может затянуть где-то на 200 на 300 гривен с конфетами все что вы здесь увидели вот на таких обычных вещах можно зарабатывать спокойно и так это мы убираем дальше двигаемся теннисные мячики и теннисные шарики это также все продается покупается самое главное вот такие теннисные шарики некоторые люди выставляют в интернет по 150 по 100 гривен вот их у меня две штучки отлично все прыгает замечательно просто они конечно бэушные но из-за того что они советские я думаю что и на эти предметы найдутся коллекционеры и вот такие советские шарики вы также можете посмотреть в интернете люди их выставляют у некоторых даже целые коробки их можно выставлять где-то гривен по 5 по 10 я наверное буду выставлять одним лотом все где-то гривен за 200 за 250 пускай забирают кому нужно с этим мы разобрались дальше двигаемся купил первый раз вот такие штуки это у нас мбго-1 если кто-то разбирается в этом напишите мне цены потому что купил за 20 гривен вот такой пакет но думаю то что они стоят подороже может быть кому-то нужно напишите мне вайбер контактный номер как всегда под любым роликом на моем канале вы найдете так это вот такие и этот у нас на 600 те были на 200 этот на 600 мбгп-2 немного не моя тема но иногда можно подбирать когда интересная цена недорого в общем здесь целый пакет марки два альбома в марках надо тоже разбираться есть редкие дорогие поэтому будьте внимательны это такое направление нужно ему посвятить очень много времени начать разбираться еще не каждый просто хочет заморачиваться покупать их и так далее два альбома купил по 15 гривен я думаю где-то их можно выставить за 150 за 200 гривен они мне не нужны поэтому по такой доступной цене их можно продать вот такие два альбомчика так их тоже в сторонку дальше подстаканник виндзор купил за 5 гривен он сам по себе недорогой где-то гривен за 30 за 40 можно продать ну вот такой обычный подстаканник можно сказать современный часы первый раз попались ваттер 50 метров это уже хорошо если вы в курсе сколько не стоит напишите мне потому что никогда такие не попадались но я думаю что где-то за 100 за 200 гривен также они спокойно уйдут к новому владельцу вот такие часики банкноты это у нас советы это вот заграничная иностранная я так особо бонами не занимаюсь но иногда беру 2 гривны это у нас уже старенький экземплярчик 92-й год состояние конечно пошарпанное поэтому цена я думаю где-то 10-20 гривен дай бог еще чтобы за это ушло и вот такие 50 рублей это уже получше такие немножко вот такого плана банкноты лучше выставлять одним лотом и человеку будет интересно иван чтоб лишний раз не заморачиваться не отвечать на звонки когда вам будут звонить а почем то почем то одним выставили просто все и забыли вот и все так с этим мы с вами закончили и переключаемся на шахматы вот эти два комплекта шахмат и часы я купил за 450 гривен часы у нас советские позолоченные позолоту я всегда беру это у нас заря ау-10 как минимум эти часы я продам за 150-200 гривен как повезет состояние шахмат конечно вообще великолепнейшее просто жалко то что это у нас 90-е годы но почему я решил вообще их купить во первых два комплекта цена адекватная 450 гривен с этими часами меня в принципе устроило все равно я на них заработаю это сто процентов я вам часто в ролика говорю что вы не брали пластмассовые но почему я их купил все очень просто они новые состояние доски вы посмотрите оно идеальное просто не пошарпанные не затасканные ими не играли можно посмотреть на подложку на эту приклеенную она не стертая не затертая отлично вот такие шахматы можно выставлять в интернет за 200-300 гривен за 400 попробовать поэтому в таком состоянии и за такие деньги я бы наверное настоятельно посоветовал бы покупать и второй экземпляр это у нас деревянные шахматы эти немножко получше но обратно же 90-е годы не очень ценится ими не играли абсолютно новые два комплекта вот эти два комплекта шахмат я как минимум за два где-то буду просить около 1000 гривен если посчитать у меня уже получается только шахмат где-то 550 и плюс часы поэтому считайте сами только сами шахматы уже отбивают мою покупку вот такие вот они также я готов шахматы покупать поэтому присылайте на оценку на вайбер на ватсап все что вы увидите в этом ролике я также готов покупать если естественно вам не нужны эти все предметы вот такие отличные покупочки сегодня так это у нас есть теперь мы переключаемся с вами на машинке машинки вот эти купил за 100 гривен все самое максимально интересное это вот этот москвичонок также если у вас остались масштаб 1 к 43 присылайте мне я готов также их покупать и вот такая военная машинка металлическая на машинке также есть покупатели на них есть спрос почему их решил купить все очень просто одним лотом и цена интересная не завышенная была бы завышенная я бы не покупал бы это у нас пластмассовая в общем они здесь разные как бы однотипные все чего-то такого космического нет дорогого вот такая ДПС десятка ну такая подуставшая конечно но почему бы не взять одной покупкой поэтому решил покупать дальше двигаемся электрогирлянда Космос она в коробке рабочая с инструкцией тем более состояние классное такую гирлянду купил за 100 гривен она здесь как бы идет разобранная но это ничего страшного вот эти штучки все в общем надеваются вот таким образом и все раньше так делали чтобы сэкономить место связывали их по двум сторонам поэтому вы не пугайтесь на рынке когда увидите вот такую картину самое главное чтобы она работала в основном львиная часть они не рабочие идут а теперь ребята самое интересное цена вот такой гирлянды где-то по Украине составляет 600-800 гривен даже некоторые умудряются за 1000 продавать вот и подсчитывайте сколько можно заработать на елочных игрушках на детских игрушках новогодние зарабатываются очень хорошие деньги поэтому поднимайтесь на выходных и топайте на свои рынки барахолки будете зарабатывать как я состояние вообще великолепное но коробочка немножко такая подуставшая но это ничего страшного так теперь у нас изюминка всех моих покупок это гдр машинка на таком пультике механическом как там ее называть это правильно в общем вот здесь вот поворачиваешь и поворачиваются колесики сейчас я вам достану покажу машинка находится вообще в шикарном состоянии отличная такая если у вас дома остались на таком пульте управления он кстати на батарейке идет батарейку я не вставил нужно ее поискать и убедиться работает она или нет такая классная машинка если у вас дома остались подобные вы делаете фотографии и отсылаете мне на оценку может быть на чердаках на горищах завалялись в кладовке лежит поэтому также на них можно неплохо заработать и вот такая коробочка очень жалко конечно то что это не советская потому что советские стоят гораздо дороже чем гдр запомните вот такой важный момент купил кстати эту машинку за 100 гривен очень повезло купить поэтому радуюсь не нарадуюсь так все готово запаковали теперь осталось ее только продать дальше конструктор конструктор техническая игра ну коробочка такая конечно подуваленная немного ты куча здесь куча просто запчастей вообще конструкторы не люблю не любил собирать их но покупать их можно потому что на все эти предметы есть коллекционеры есть какие-то начинающие которые балуются играются и так далее поэтому деткам частенько покупают вот такое так это то что здесь запчасти все можно собирать дорожный знак вот такой можно сделать чего здесь еще можно сделать вот такая даже кровать из конструктора это надо вот такие кровати сделать хейтерам вот кто пишет гадости надо собрать а лучше всего вот такие носилки собрать весы парта вот такая вот интересная действительно вот посмотришь и делали классные игрушки в советском союзе я вот сколько занимаюсь и каждый раз каждая покупка ты прозреваешь со всего этого мельница ветряк самолет реактивный нужно будет собрать вот такой самолет и на барахолку летать да как вы думаете напишите свое мнение спутник аэросани но со снегом конечно проблема у нас этой зимой его можно сказать практически вообще не было ну в общем вот такие забавные штуки можно сделать здесь куча барахла конечно я даже не проверял но купил его за 20 гривен по цене где-то за 100 за 150 можно его выставить потому что состояние пошарпанное такое как-то так и у нас остается дедушка мороз это у нас 60-е годы состояние его конечно немного подуставшее но конкретно вот такой дедулька он ценится здесь здесь уже осыпается есть также коллекционеры на снегурочек на дедулек вот таких купил деда мороза за 70 гривен как минимум его цена составляет ребята вы только вдумайтесь от 500 до 1000 гривен а там уже как повезет потому что состояние немного подуставше новогодние предметы украшения подстановочные фигуры уходят под новый год лучше всего они продаются вот такие вот адвокат горошек то что я вам показывал поэтому перебирайте все свои предметы и зарабатывайте как я итак по предварительным подсчетам мой доход составил около 5000 гривен также я буду разбираться вот с этой машинкой возможно она даже и дороже уйдет поэтому как только я как всегда отчитаюсь перед вами подписывайтесь на мой канал ставьте лайки задавайте вопросы в комментариях до новых встреч